Если у вас есть вентилятор от компьютера, вот такой вот, не торопитесь его выкидать, да, у него отрывались провода, да. В автомате его нужно выкидать, нет. В хорошем случае им можно пользоваться. Он же, вот, целый. Что нужно делать в таком случае? Я приведу сейчас самый гениальный пример. Пример Росича мой, вы не найдёте нигде. Потому что в таких случаях, это самый гениальный пример. Кстати, этот пример помогает заменить внутренний вентилятор для ноутбука. Соответственно, если этот вентилятор был только для того, чтобы мыть, то он может снаружи заменить вентилятор внутренний. А будет обдувать с той стороны, с которой перегревается, к примеру, ноутбука или какая-нибудь другая техника. Сейчас я расскажу, что делать. Не надо выкидать, вот у него нет проводов. Но что делать, не надо его выкидать. К примеру, у вас есть какой-нибудь провод, который идёт USB. Обычный. USB провод. Он идёт с двумя концами. Вам это второй конец. Стыкать в ближайшее время. Я не знаю, что это может быть. Или поломанное зарядное от смартфона. Или поломанное что-либо, что идёт в гневном USB. Но если у вас там поломанное штекер, или что ещё, то возьмите второй конец, который поломан, не конец USB, а второй поломанный конец и отрежьте. После того, как отрежете, вот так вот получится. После того, как отрежете. Собственно, что делать, я сейчас детально и расскажу. Включаем тот конец, который в USB. Внездо для USB. Моё включили. Внездо для USB. Вот, видите, включили. На втором конце. На втором конце. На втором конце. Провод. Он ни к чему не приделан. Поэтому. Стоит задуматься. Что же делать в таком случае. Огореть. Нужно вот так вот концы. Проводу. И любые провода. Любые провода. Чтобы были вот таким вот образом. Не соединены. Ну и собственно. Мы присоединяем. Любые провода. Любого цвета. Проверяем. Он не крутится. Он не крутится. Не крутится. Нет. Вот. Вот. Когда мы присоединяем. Вот. Контакты. С друг другом. Он. Не крутится. Видите. Он не крутится. Не спешите. Радоваться. Не спешите. Вы должны запомнить. Радоваться. То вот. Красный. У нас закрутился. При соединении с белым. Чуранный. Закрутился. При соединении с оранжевым. Что делать в таком случае. Не думайте, что все гениально и просто. Нет. Все не гениально и не просто. Нужно взять эти два конца. Отключить от USB. Вот. Отключили мы от USB. Контакты после отключения от USB. И нужно соединить. Вот таким вот образом. Чтобы контакты не переломались. Ни в коем случае. Вот. Их соединили. Это сейчас полдела. Концы. Дальше мы берём изоленту. Изолентой мы каждый конец. Каждый-каждый. Два конца. То есть. Вот. А мы соединили. Все остальные. Концы у нас не заизолированы. Вообще. Два. Как не заизолированы. А. Никак. Слушай, ну что мы делаем. Нужно каждый конец. Заизолировать. Так. Чтобы он. Никогда-никогда. не присоединился. Не присоединился. Другим. Смотри. Другим. Оголённым проводам. Вот. Вот. Слушай, на каждый провод заматываем. Заматываем. Вот так вот. И когда их уже замотали. Когда их уже замотали. Оно вовсе выглядит вот таким вот образом. Дальше. Мы включаем его в USB. Включаем его в USB. Я показываю, что происходит. Включаем в USB гнездо. И, собственно, вентилятор работает. Для чего мне нужен такой вентилятор? Потому что у меня нужно охлаждать ноутбук. Потому что внешний вентилятор не помогает. Он не в том месте. Если купить вентилятор под ноутбук, он не в том месте. Поэтому вот такой вентилятор сбоку нужен. Поэтому очень полезно. Кстати, всем советую. Подписывайтесь. Буду показывать ещё много-много-много интересного. Пока это первое видео, которое, я считаю, достойно того, чтобы вы его оценили. Потому что этот урок, я думаю, никто не делает. Потому что люди такие вещи, говорят, если они у нас есть, если они у нас есть, то они их выкидают. Вот. Ам лиф. Эта лиф. Но.